Коллеги, рядом со мной Ануш Гаспарян, Fashion Consulting Group. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы были сегодня модератором сессии. Интересно, хочется очень узнать о теме. Тема называлась «Возможности фэшн-рынка в условиях ограниченных возможностей». Всем интересно, как собирается работать на сегодняшнем рынке, в сегодняшних условиях фэшн-рынок. И нам тоже очень интересно, и наверняка были какие-то интересные поднятые темы на сессии. Может быть, ключевые моменты от вас? Ну, во-первых, были абсолютно интересные участники. Были представители двух маркетплейсов. Представители маркетплейса «Озон», представители маркетплейса «Сбер Мегамаркет». Ну, ни для кого не секрет, что это основные драйверы роста сегодня, потому что онлайн впереди планеты всей, в том числе и, если мы говорим про категорию фэшн, то есть это основной драйвер роста. И сегодня мы услышали от ребят, как они собираются развивать эту категорию. Интересно то, что фэшн-категория развивается мощнейшими темпами. Сегодня показывали слайды, где мы видели, насколько быстро растет как раз-таки обороты категории фэшн растут по отношению к другим категориям. Сегодня покупатель привык покупать на маркетплейсах, с удовольствием это делает, и я думаю, что обороты как раз-таки этой категории будут расти. И сегодня ребята рассказывали по поводу того, как они собираются работать как с потребителями, как их привлекать на свои маркетплейсы, так и с селлерами, поставщиками, которых ждут, собственно говоря, на маркетплейсах. Чем шире пул поставщиков, предлагающих свой товар, тем охотнее, соответственно, потребители идут и покупают. То есть потребителям интересен выбор, а продавцам интересен, соответственно, трафик. Это одна тема, которая была связана с маркетплейсами. Также сегодня мы говорили о интересных технологиях. Вот представители компании Zosper Technology рассказала о потрясающей новой технологии, об алгоритме, который предлагает покупателям, скажем так, собранные образы, что очень мощно повышает выбор покупателя, и все это, естественно, конвертируется в покупки как таковые. Сегодня был представитель также компании Baon, коммерческий директор Анна Сироткина. Просто мегаэксперт, потрясающая практика. Это одна из наших ключевых компаний, которая 30 лет на рынке. И компания Baon рассказывала, это сетевая компания, большая, которая работает через все каналы продаж. Это и офлайн, причем они работают и через свою сеть, и через франчайзинг. Это свой онлайн-магазин, это маркетплейсы. И она рассказывала, как, соответственно, компания работает в одном, в другом и в третьем канале продаж. Это было очень интересно, какие существуют сегодня проблемы, потому что, допустим, Baon работает таким образом, что у них нет вообще проблем с продажами. Им главное бы произвести вот этот ассортимент где-то в правильном месте, доставить его вовремя. И сегодня был также представитель Лехпрома Константин Бондорин, который рассказывал о том, какие есть возможности, какие сегодня вызовы стоят перед Лехпромом. Он представляет как раз структуру, которая занимается сертификацией, качеством. И как к этому подходит сегодня Лехпром. Если обобщить, то, конечно, рынку не так просто, как и всем остальным отраслям сегодня. Но, как мы прекрасно знаем, кризис – это время как раз-таки таких новых прорывов. Мы с вами, люди закаленные, с 98-го года в разных кризисах поучаствовали. И мы прекрасно понимаем, что вода дырочку найдет. С одной стороны, конечно, ситуация сложная. С другой стороны, слабые уйдут с рынка, сильные станут, наверное, еще сильнее. Конечно, мы не в восторге от того, что западные бренды уходят. Потому что я считаю, как эксперт, что чем сильнее конкуренция, тем интереснее рынок, тем лучше он работает. Конкуренция всегда провозглашает, скажем так, новые технологии. Ну, рынок всегда развивается, если у конкурентов правильных на рынке много. И, конечно, уход западных компаний, о чем мы сегодня говорили, ну, в общем, это такая тема сложная. И, например, тот же Баон, который является российской компанией, абсолютно от этого не в восторге. Потому что в свое время наши российские как раз-таки компании учились у западных, у которых все уже технологии отработаны. Ну, мы сегодня говорили о том, что доля онлайна в оборотах фэшн-рынка растет. По 2021 году это было 27%. В 2022 мы ждем как раз-таки увеличения, вот, собственно говоря, этой доли. Мы говорили о драйверах роста, как я уже сказала, маркетплейсов. Мы говорили о том, что сегодня новые технологии будут решать очень многое. Ну, и, к сожалению, мы говорили о том, что сегодня располагаемый доход наших потребителей падает, к сожалению, да. Цены растут. Ну, и, естественно, это будет влиять на обороты фэшн-рынка. И мы, как фэшн-консалтинг-групп, прогнозируем, безусловно, к концу года, ну, динамику отрицательную. Этого, к сожалению, не избежать, вот, потому что в битве между одеждой и холодильником всегда побеждает, соответственно, холодильник. Но, тем не менее, одежда – это не товар первой необходимости. Люди затягивают пояса, донашивают одежду. Но есть и приятная новость. Когда ситуация как-то начинает контролироваться потребителем, заметьте, не становится лучше, а когда потребитель к ней привыкает просто, да, соответственно, рука тянется уже к кошельку. И первое, чем себя радуют как раз-таки потребители – это покупками именно в сфере фэшн. Потому что, помимо того, что это просто одежда, просто обувь или просто аксессуар, это абсолютно эмоциональная покупка, которой мы себя награждаем, ну, вот, в условиях, скажем так, такой неопределенности. Спасибо большое за интересное общение. Я надеюсь, что скоро наши покупатели, к сожалению, затянут пояса, но это будут очень красивые, качественные пояса от наших дизайнеров. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.